ПЕСНЯ Быстро летит время. На смену зиме приходит весна. Лето сменяется осенью. Прожитый человеком час, день, месяц, год, со временем становится историей. И как будут прожито нами эти дни, месяцы и годы, такими мы запомнимся и предстанем перед потомками. В этих коробках тысячи метров кинопленки, запечатлевшие малую толику труда, открытие и свершение ученых-медиков. История Академии Медицинских Наук Союза СССР, ныне Российской Академии Медицинских Наук. Этот фильм – попытка рассказать о прошлом, настоящем и будущем Российской Академии Медицины. Ее каждодневной работе в лабораториях, институтах, клиниках, научных центрах. О людях, посвятивших себя служению отечественной медицинской науке. КОНЕЦ Академия медицинских наук Союз СССР, Российская Академия медицинских наук отмечает свое 60-летие. Позади славный и нелегкий путь флагмана отечественной медицины, неустанно открывающего все новые и новые научные перспективы. Жить в науке значит работать, трудиться, искать, созидать, не взирая на трудности, которых всегда немало на творческом пути. А начиналось все в далеком, опаленном кровавыми сражениями на фронтах Великой Отечественной войны в 1944 году, когда по инициативе ученых и правительства страны была выдвинута идея о создании Академии медицинских наук. 30 июня того же года постановление было подписано Сталину. Дайте вновь оказаться В 41-м году Я с фашистами драться В ополченье пойду Я с фашистами драться В ополченье пойду Все, что издавна мучает Повторю я опять Не обучен, обучат Близорук наплевать Не обучен, обучат Близорук наплевать Все отдам, что имею От беды не сбегу И под пули сумею И без хлеба смогу И под пули сумею И без хлеба смогу Из воспоминаний академика Николая Николаевича Блохина Учредители Академии были назначены правительством по личному указанию Сталина Иосиф Виссарионович имел хороших консультантов и в список академиков вошло 60 выдающихся ученых нашей страны внесших большой вклад в медицинскую науку Создание Академии было воспринято советскими медиками как высокая оценка их благородного труда на фронте и в тылу в военные годы По самым достоверным статистическим данным более 70% раненых бойцов было возвращено в строй Хирурги не покидали операционных выполняя за сутки по 12-14 операций За 2-3 месяца разрабатывались и запускались в производство новейшие медицинские препараты не имевшие аналогов в мире На фронте и в тылу в корне уничтожались предпосылки для вспышки эпидемий В конце декабря 1944 года в Москве состоялась первая сессия Академии медицинских наук Союза СССР Президентом Академии был избран Николай Нилович Бурденко прошедший путь в медицине от санитара и фельдшера до врача на передовых позициях фронтов русско-японской войны раненого там и отмеченного за отвагу высшей боевой солдатской наградой Георгиевским крестом Бурденко был назначен главным хирургом Красной Армии с первых дней Великой Отечественной войны Его неоценимым вкладом в военную медицину было развитие учения о травматическом шоке шоковых состояниях разработка метода введения пенициллина в сонную артерию доказана его эффективность Мы принимаем на себя историческое наследие основоположников русской науки Пирогова, Сеченова, Боткина показавших мировой науке какие силы таятся в русском народе говорил Николай Нилович Бурденко Академия в лице своего президиума должна ставить и планировать общие проблемы и иметь мощные научные базы для разрешения их в комплексном плане силами квалифицированных ученых являющихся специалистами в своей области Академия должна оказывать руководящее влияние и на исследовательские институты не входящие в ее состав и на научно-исследовательскую деятельность медицинских вузов На третьей сессии Академии медицинских наук в 1946 году президентом был избран Академик Николай Николаевич Аничков генерал-лейтенант медицинской службы первый советский ученый глубоко изучавший проблему сосудистых заболеваний разработавший холестериновую теорию патогенеза атеросклероза под руководством Аничкова была введена система планирования научно-исследовательских работ по главным направлениям медицинской науки и здравоохранения В 1953 году на пост президента избирается Александр Николаевич Бакулев В этот период Академия возглавила научно-исследовательскую работу в новых направлениях медицины В частности создан научно-исследовательский институт полиэмилита и вирусных энцефалитов Бакулев являлся руководителем НИИ грудной хирургии впоследствии преобразованной в институт сердечно-сосудистой хирургии ныне носящей его имя Благородная цель медицинской науки писал Александр Николаевич Бакулев не разрушение а созидание Необходимо объединить усилия ученых во всем мире 29 января 1960 года меня избрали в академике а вечером по рекомендации ЦК партии меня избрали президентом Академии медицинских наук рассказывал Николай Николаевич Блохин с его именем связана разработка и развитие фундаментальных проблем современной медицинской науки решение приоритетных и неотложных задач практического здравоохранения внедрение в жизнь программ по оказанию скорой помощи и реанимации эндокринным заболеваниям профилактике гриппа проблемам трансфузиологии общей патологии и целому ряду других направлений медицинской науки Николай Николаевич Блохин явился основателем онкологического научного центра в Москве за 36 лет бессменного руководства центром он превратил его в ведущее не только отечественное но и европейское научное учреждение достижение которого получили высокую оценку во всем мире в 1984 году за большие заслуги в развитии медицинской науки и здравоохранения подготовку научных медицинских кадров высокой квалификации и в связи с 40-летием со дня основания Академия медицинских наук СССР была награждена орденом Ленина Николай Николаевич Блохин отдал руководству Академии 18 лет своей жизни В феврале 1968 года президентом Академии медицинских наук СССР был избран Академик Владимир Дмитриевич Тимаков Академик Тимаков со всей твердостью и принципиальностью настаивал на подготовке и принятии специального постановления о перспективах развития медицинской науки в стране Он был твердо убежден в том что без развития приоритетных фундаментальных направлений медико-биологической науки трудно добиться положительных результатов в охране здоровья населения Для человека науки главное приносить людям пользу писал Академик Тимаков и очень важно чтобы руководитель и воспитатель молодежи не боялся что его ученики опередят его В мае 1987 года 56-й внеочередной сессии общего собрания Академии медицинских наук СССР президентом Академии был избран Валентин Иванович Покровский Это было начало бурных и далеко неоднозначных перестроечных лет Многое в то время рубилось с плеча и пришлось вместе со своими коллегами единомышленниками приложить немало усилий чтобы сохранить целостность Академии приумножить нажитые годами творческий и научный потенциал отечественной медицинской науки 4 января 1992 года АМН СССР преобразована в Российскую Академию медицинских наук но по-прежнему штаб российской медицинской науки поддерживает тесные связи с учеными союза независимых государств можно жить для наград можно жить для заслуг с понедельника и до субботы ну а нам не досуг ну а нам не досуг слишком много у нас работы нам бы только успеть нам бы только суметь все закончив начать сначала жизнь одна ведь дана да и та так мала все дела переделать нам мало а за окнами дождь а за окнами снег незаметно весну сменит осень так что если успех то один он на всех для себя ничего мы не просим будут и нам говорить что не модно так жить нет в науке романтикам места ну а нам наплевать ни к чему горевать из другого мы сделаны тесто можно жить для наград можно жить для заслуг с понедельника и до субботы ну а нам не досуг ну а нам не досуг слишком много у нас работы нам бы только успеть нам бы только суметь все закончив начать сначала жизнь одна ведь дана да и та так мала все дела переделать нам мало все дела переделать нам мало все дела переделать нам мало Согласно уставу, высшим органом Академии является сессия общего собрания ее состава. Между сессиями штаба медицинской науки руководит президиум. В структуру Академии входит пять отделений. Три научно-отраслевых, отделение клинической медицины, отделение медико-биологических наук, отделение профилактической медицины. А также два региональных отделения. Сибирское отделение с центром Новосибирске. И северо-западное с центром Санкт-Петербурге. Все названные отделения, в свою очередь, включают в себя научные центры, региональные научные центры и научно-исследовательские учреждения. Президиум Российской Академии Медицинских Наук руководит работой всего штаба медицины. Самые современные, самые актуальные вопросы, связанные с расширением научных исследований, как в центре, так и в регионах под патронажем Академии, одна из главных задач в работе Президиума. Регулярно проводятся его заседания, на которых всесторонне, коллективно обсуждаются и решаются проблемы творческого, организационного, экономического характера, вопросы кадровой политики. Президиум дает добро для всех начинаний в развитии медицинской науки страны. Отделение клинической медицины Российской Академии Медицинских Наук является научно-организационным центром, который объединяет ученых самых разных специальностей. Кардиологов, хирургов, акушеров-гинекологов, онкологов, неврологов, педиатров и многих-многих других. Жизнь поставлена перед отделением ряд важнейших задач, прежде всего определение ведущих направлений развития отечественных научных исследований, планирование и координация этих исследований, в том числе фундаментальных, проводимых в научно-исследовательских институтах и академических группах, входящих в его состав. Важная задача отделения – подготовка научных кадров, контроль за лечебной работой в клиниках и институтах. В научно-исследовательских учреждениях работают тысячи сотрудников, многие из которых имеют звание профессоров, степени докторов и кандидатов медицинских наук. Отделение клинической медицины оценивает эффективность конкретных научных исследований, способствует внедрению новых методов лечения в практику здравоохранения. Основные задачи отделения медико-биологических наук, старейшего отделения Академии – разработка ведущих направлений, фундаментальных и прикладных исследований, планирование и координация работы, выполняемой в научных учреждениях и академических группах, входящих в состав отделения. Деятельность по созданию научных центров в различных регионах страны, подготовка кадров высокой квалификации. Какие же проблемы научных исследований определило для себя отделение медико-биологических наук? Это прежде всего изучение иммунных, генетических, молекулярных, биохимических, физиологических и морфологических основ процессов жизнедеятельности в норме и патологии. Эти исследования позволяют диагностировать, лечить и восстанавливать нарушенные болезнью те или иные функции организма, вести активную профилактику заболеваний. Приоритетным является направление по изучению фундаментальных основ деятельности головного мозга. В Институте медицинской приматологии Российской Академии медицинских наук на обезьянах проводятся исследования в инфекционной патологии, паразитологии, онкологии. Среди приоритетных научных исследований создание экспериментальных моделей, разработка новых методов диагностики и лечения. В лабораториях учреждений и отделения ведутся научные исследования по разработке новых оригинальных лекарственных препаратов. История отечественной медицины на всех этапах своего развития выделяла как самостоятельное направление профилактическую медицину. Отделение профилактической медицины Академии объединяет ученых, работающих в области общей гигиены, гигиены окружающей среды, гигиены детей и подростков, экологии человека, медицины труда, санитарной токсикологии, общественного здоровья, социологии и медицины, эпидемиологии. Ученые работают в области изучения фундаментальных проблем экологии человека и гигиены окружающей среды. Это научная основа всех мероприятий, проводимых нашим государством по охране здоровья населения России. В научно-исследовательских учреждениях ведется разработка теоретических основ, устанавливаются общие закономерности влияния производственной сферы на здоровье работающих. Это основа основ диагностики, лечения, а главное профилактики профессиональных заболеваний. Научные изыскания ведутся в важнейшей области – области здорового питания, как взрослых, так и детей. За последние годы отделение профилактической медицины участвовало в выполнении 20 федеральных, а также межведомственных и региональных программ, отечественных и международных проектов. В отделении систематически заслушиваются и обсуждаются планы и отчеты находящихся в его ведении институтов, оцениваются законченные научные разработки, предлагается их внедрение в практическое здравоохранение. В 1970 году в Новосибирске был создан сибирский филиал Академии, на базе которого в 1979 году организовано ее сибирское отделение. Ныне в составе отделения 23 научных учреждения. Районы Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока с их отличной от европейской части России экологией, климатом, условиями жизни нуждались в более глубоком изучении с точки зрения охраны окружающей среды и здоровья живущих и работающих там людей. Течение любых заболеваний имеет на востоке страны свои особенности в плане причин возникновения и подходах к их лечению и профилактике. Значительное число исследований посвящено вопросам охраны здоровья матери и ребенка. Изучаются дикорастущие растения. На их основе создаются высокоэффективные лечебные и профилактические медицинские препараты. Ученые сибирского отделения многие годы ведут большую работу по изучению природно-очаговых заболеваний, разработке основ охраны окружающей среды, проблем профилактики и лечения профессиональных заболеваний. Одна из форм научно-организационной работы президиума сибирского отделения – выездные сессии, проводимые в различных городах Сибири и Дальнего Востока. Ученые сибирского отделения участвуют не только в решении региональных программ по медицине, но и вносят большой вклад в научные и прикладные исследования всех федеральных программ. Северо-западное отделение создано в 1998 году. Российская Академия Медицинских Наук является преемницей Института экспериментальной медицины, основанного в Санкт-Петербурге в 1890 году. В составе северо-западного отделения три академических института, а также научные учреждения в Великом Новгороде, Республике Карелия и Республике Коми. Северо-запад России Это огромная по площади территория со своей неповторимой природой, образом и укладом жизни людей. Медицинские проблемы в Северо-западе России общие для его научных центров. Это сердечно-сосудистая патология, неоматология, экологически обусловленная занятость населения. Основные научные направления – это решение проблем фундаментальной и прикладной биологии медицины. Ведутся работы по проблемам профилактики гриппа и гриппоподобных заболеваний. Северо-западное отделение Академии в постоянном творческом поиске. Развиваются различные формы взаимодействия научно-исследовательских учреждений, региона и центра. Это выездные заседания президиума, выездные научные совещания. Участие в разработке новых методов исследований, формировании региональных и отраслевых программ. Основная задача Академии медицинских наук была и есть, и, я надеюсь, будет – это разработка фундаментальных исследований. Это самое главное, что стоит перед нами. Естественно, что мы не можем заниматься только фундаментальной наукой. Естественно, что частично все-таки мы выполняем задачи прикладного характера. И невозможно внедрение вот этих научных достижений в практику. Пожалуй, самым крупным достижением является расшифровка геном человека. Второе направление, которое бесспорно представляет очень большой интерес, – это клеточные технологии и, в частности, использование так называемых стволовых клеток. Мы много внимания выделяем и профилактическим мероприятиям, исследованиям в области профилактики. Это и те гигиенические нормативы, которые разрабатываются по объектам окружающей среды. Вода, прочего, воздух, шумы, радиация. Это и пищевые всякие компоненты, над которыми так активно работает институт питания. И, собственно говоря, разрабатывает и разработает необходимые нормы, нормативы, которые необходимо обеспечивать разным лицам. Когда Академия только создавалась, практически только-только начиналась вакцинация против тех или других болезней, то сейчас уже трудно найти такую болезнь, во всяком случае распространенную, против которой не было бы вакцины. Ну и, конечно, правильно говорить о спиде, проблеме спида. Это чрезвычайно серьезная проблема. И сейчас, в общем-то, в мире, где-то около 50 миллионов людей, зараженных, и у нас сомневает дефицит человека. В 1989-1991 году я предложил классификацию ВИЧ-инфекции, которая у нас, в общем-то, принята в нашей стране. То года два тому назад потребовалось внесение кремных изменений в эту классификацию. Ну а если говорить еще об одной области, которая, с моей точки зрения, является наиболее важной, наиболее серьезной, это проблема матери и ребенка. Значит, потому что мы должны думать о будущем нашем поколении. Оно закладывается в утробу матери. Поэтому, если мы будем хорошо, так сказать, заниматься профилактикой всех болезней у женщин, и в частности у беременных женщин, и будем получать полноценных детей, то уже очень большое значение будет иметь для наших будущих поколений. Так что, мне кажется, что какую область мы с вами не затронули, я просто не знаю такой области, в которой бы за последние где-то там 10-15 лет не было бы колоссальных сдвигов вперед. И с полным удовлетворением могу сказать, что институты Российской Академии Медицинских Наук в этом плане не отстают от мирового уровня. Отечественная медицина и ее штаб Академии Медицинских Наук во все времена своего, подчас далеко не безоблачного существования были и остаются для России гарантом физического и духовного благополучия нации, главными защитниками здоровья людей. Ряды Российской Академии Медицинских Наук постоянно пополняются талантливыми учеными. Им нести в будущее эстафету отечественной науки, которую они приняли от своих педагогов, своих учителей, старших товарищей, чьи труды принесли славу российской медицинской науке. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ